Сказки народов мира Истории древней Оливы Итальянские сказки На обочине большой дороги, что идет вдоль берега реки Тибр, растет старое оливковое дерево. Никто уже и не помнит, когда оно тут появилось. Птицы лакомятся его спелыми плодами, ветер играет листвой, путники, что идут по пыльной дороге, останавливаются передохнуть в его тени. И, наслаждаясь прохладой, рассказывают свои истории. А старая олива слушает и запоминает. Одну из этих историй, сказку о Джузеппе и Джулиану, я вам сейчас и поведаю. Жил в Венеции богатый вельможа с женою, и не было у них детей. Мечтали они о ребенке, верили в чудо, но, в конце концов, отчаялись. Но вот однажды, когда вельможа прогуливался мимо своего палаццо, он увидел сухонькую старушонку. Словом, палаццо в Италии раньше называли дворцы, где жили знатные люди. Такое здание – нечто среднее между богатым особняком и дворцом. Палаццо Дуккали – дворец Доджей, самая известная достопримечательность Венеции. «Я знаю твое горе, сеньор. Возьми этот апельсин, и пусть твоя жена съест половину. Скоро у вас родится сын», – сказала она. Старушка исчезла, а вельможа остался стоять с апельсином в руке. Принес он его жене. Она съела половину, а другую отдала кухарке. Спустя девять месяцев у вельможи и его жены родился сын. Мальчика назвали Джузеппе. Но не только жена вельможи радовалась в тот день. У кухарки и ее мужа тоже родился ребенок. И тоже мальчик. Его назвали Джулианом. Росли Джузеппе и Джулианом вместе, как родные братья. Как-то раз, в последний день карнавала, друзья вышли на прогулку. Карнавал. Карневале ди Венеттия. Главный венецианский праздник. Венецианский карнавал. Традиция устраивать карнавал пережила века и сохранилась до наших дней. Главное на карнавале, конечно, маски, яркие костюмы и фейерверк. Когда начался фейерверк, Джузеппе, сын вельможи, увидел в толпе девушку. Рабея, он подошел к красавице и заплетающимся языком спросил, нравится ли ей праздник. Заговорившись с девушкой, Джузеппе потерял друга в толпе. На утро, когда карнавал закончился, влюбленный Джузеппе побежал домой, чтобы рассказать о своей любви родителям. Но первым, кого он встретил на пороге, был Джулиану. Где ты был? Я боялся, что ты упал в воду. Куда ты пропал в площади? Площадь по-итальянски Пьяцца. Самая известная площадь Венеции названа в честь святого Марка. Пьяцца сам Марко. Напрасно оправдывался Джузеппе. Джулиану был жутко рассержен. Вскоре сын вельможи решил жениться на Марии, девушке, которую он встретил на празднике. Но Джулиану отказался прийти на свадьбу. Так они впервые поссорились. Накануне церемонии Джулиана, сын кухарки, ушел один в сад. Глядь, а у стены дома стоит сухонькая старушка. Знаю твою беду, прошамкала она. Думаешь, что Мария отобрала у тебя друга? Да, ответил Джулиана. Дай этот апельсин невесте твоего друга, и она превратится в камень. А не отдашь до заката, станешь камнем сам, сказала старушка и исчезла. А Джулиана остался стоять у каменной стены с апельсином в руке. Что такое, друг? Джулиану подошел Джузеппе. Ты снова в обиде на меня? Нет, ответил Джулиана. Ведьма наслала на меня проклятие. Если не отдам этот апельсин твоей невесте, превращусь в камень до заката. А если отдам, то превратится в камень она. Так что не мешай. Я жду последнего луча солнца, чтобы окаменить. Заплакал Джузеппе. Ведь это значило, что друг по-прежнему любит его. Схватил он апельсин и съел его прямо с кожурой. Солнце закатилось, но никто не окаменел. Джузеппе и Джулиана бросились друг другу в объятья и больше никогда не ссорились. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали, что главный венецианский праздник это карнавал. Карневале ди Венеция. Главные события карнавала происходят на площади Сан Марко. Пьяца Сан Марко. Рядом с дворцом Доджи. Палаццо Дуккале. Сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки. Редактор субтитров А.Семкин